Сотрудничество между нашим регионом и Китайской Народной Республикой официально началось в 2006 году после подписания в Пекине протокола по установлению партнерских отношений между Вологодчиной и китайским регионом Цзелинь. За эти семь лет в рамках этого договора прошло множество мероприятий в научной, культурной и экономической сферах. Сегодня же полномочному послу Китая и китайским предпринимателям презентуют инвестиционный потенциал Вологодской области, а это может означать выход отношений на совершенно новый уровень. Новый уровень – это значит увеличение внешнеторгового оборота между Вологодской областью и Китаем в несколько раз, тогда как в прошлом году он уже составил порядка 100 миллионов долларов США. Мы экспортно-ориентированный регион, который поставляет более чем 50 стран мира продукцию, которая произведена на территории Вологодской области. Это наши металлы, наши химические удобрения, это наш лес, это продукты питания. Это краткий рассказ в кабинете посла, затем следует подробная почти двухчасовая презентация вологодских площадок, готовых сотрудничать с зарубежными партнерами. Индустриальные парки Шексна и Сокол, деревянное домостроение, продажа торфа и химикатов. Обмен визитками и телефонами – это уже за столом компании «Северсталь». То, что нашу продукцию будут приобретать для продажи в Китай, на это металлурги не рассчитывают. В Китае сталь зачастую стоит дешевле, но рассматривают возможность присоединиться к совместным проектам. В последнее время китайские производители часто хотят и во многом это уже делают, заходят на наш рынок со своими производствами. Соответственно, мы надеемся, что если китайские товарищи будут здесь какие-то металлоемкие развивать инвестиционные проекты, то мы к этим инвестиционным проектам как-то подключимся. Вологда стала третьим российским регионом, который презентовал Китаю свои возможности. Теперь изучать спрос и предложения будут уже в реальных условиях. Сегодня мы договорились о том, что в сентябре месяце я посещаю Китайскую Народную Республику с бизнес-миссией. После этого приглашаю бизнесменов Китайской Народной Республики, Вологодскую область, для того, чтобы показать весь наш экономический и инвестиционный потенциал. В том числе и туристического кластера Вологодщины. Посол сообщил, его соотечественники сейчас активно осваивают европейскую часть России. И даже великий устюб у них на слуху. Мы будем попозже рекомендовать, передавать китайских туристов там, потому что там, в Вологодской области, если что, посмотреть, есть чем любоваться. И можно сказать, что Вологодская область – это такая солидарь, которую надо осваивать. То, что осваивать есть, что китайским бизнесменам доказали прямо в посольстве. После презентации для них выступили вологодские артисты. Русские песни и пляски будущие партнеры с удовольствием снимали на свои телефоны. Так что первое знакомство с культурой Вологодщины можно считать уже состоявшимся. Людмила Малинина, Василий Попорин. Новости Вологды.